что-то я давно ничего не выкладывал ну собственно это тоже не особо толковый видеоматериал решил сделать живой тест текущего проекта очень 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 прототипном состоянии но может что-то из этого и выйдет значит это можно заметить платформер система управления персонажем я более-менее закончил здесь у нас есть немного ролевой системы обилки которые здесь есть подкачаем выносливость влияют на способности персонажа их относительно много и на параметры поведения персонажа соответственно мы можем атаковать когда будет вкачана сила можем делать усиленную атаку прыжок еще есть двойной прыжок прыжок от стены прыжок в пол вот есть еще вот такая штука которая позволяет лечиться от врагов еще надо подумать над тем как и сбалансировать корректно значит у нас есть две задачи на эту миссию это найти предателя и послать сигнал сос в принципе для выполнения обеих задач нужно желтая карточка что можно делать вот так и у нас первый вражина был забираем этого вот это вот выход к башне связи но нам нужен желтый ключ интересно сколько раз я здесь сдохну потому что все еще опять таки недостаточно сбалансированная отлажена плюс у меня еще клавиатура иногда ведет себя довольно странно урон отображается в постпроцессе и мне по-моему неплохо удалось сделать нам ничего сложного в принципе но сам шейдер с пост эффектом какая мега засада и возможность для суицида до задник с городом фотография создана с текстурском конечно надо будет его менять на правильные там еще всякие код остров и будут происходить там десантные челноки высаживаться посмотрим как я это еще буду реализовывать потому что совершенно ни в чем не уверен и вот тут вот я немного переборщил с проверкой точнее не доборщил с проверкой возможности падать с уступов поскольку он всего лишь 4 пикселя контролирует соответственно еще 4 пикселя он упадет но да надо будет выставить хотя бы 25 или 40 даже тут немного звук включился внезапно в принципе для всех стандартных врагов прописаны прописана возможность произносить всякие фразы тут враги еще сзади отспавнились вот как то так ну и следствие тачать та часть уровня которая сделана на уровне в их скриптах включаем лифт теперь мы можем вернуться наверх и собственно на выбор можем или пойти к боссу или пойти передавать сообщение я думаю начнем сообщение и закончим боссом значит у нас случился level up значит на самом деле сложный вопрос что вкачать вкачаем силу соответственно у нас открылась усиленная атака для нее своя анимация и она имеет некоторые свои особенности в частности она лучше пробивает броню для бронированных целей сейчас здесь главное не затупить немножечко интенсивных платформинг и сейчас здесь будет небольшая такая маленькая это было прикольно да если противник некоторые противники имеют рукопашную атаку и когда она срабатывает а да это диалоговая система фразы можно докручивать до упора или скипнуть весь диалог полностью если удерживать space так надо забирать этих ребят и быстро фух это было близко но вроде бы из врагов на уровне остался только босс и за счет эндюранса у меня идет небольшой откат запаса здоровья тут главное не натупить при платформинге хох это же еще не все еще вот здесь есть несколько возможностей себя убить ну и теперь остается только терпеливо ждать лифта если вы есть открытый двойной прыжок или прыжок от стены то в принципе можно легко выбраться наверх без лифта соответственно какая то плюс я думаю что не помешало бы спавнить дополнительных врагов ну и переходим к боссу диалог скипнем опять таки арт очень очень рудиментарный я им не горжусь вот здесь можно этого чувака бессовестно эксплуатить и тут пока что у него не доработан искусственный интеллект когда он сидит на этих полочках это просто идеальные места его можно слишком легко убивать соответственно а если он начинает заседать например внизу то это все финита ля комедия плюс кстати говоря у нас еще есть пистолет который относительно пригодится уже на следующем уровне давайте мы вкачаем скорость например чтобы открыть больше обилок да и у нас теперь открыты и мульти прыжок и прыжок от стены то есть мы можем подпрыгивать в воздухе получить довольно большой запас мобильности ну и переходим на следующий уровень возьмем больше выносливости нам на халяву дается много экспы просто в целях тестирования это уровень с фабрикой здесь много много вот этот чувак нас может почти ваншотнуть но при этом мы ему наносим очень мало урона рукопашными атаками плюс уровень совсем не доработан в том плане что ну мы его все равно вынесли и наверное от нефиг делаем давайте вкачаем майн чтобы открыть все обилки да то есть в принципе что у нас теперь есть у нас есть возможность кастовать вот такую вот штучку у нас есть возможность пускать щупальца которые эффективны против а иди нафиг иди нафиг иди нафиг бам и второй тоже подтянулся да мы его издалека вынесем если попадем по нему а не это же он и прибежал есть возможность сделать вот такие щупальца они наносят урон по мало бронированным целям очень хороший ну и кормежка за счет органических целей которую надо сильно еще оптимизировать и вот это вот место оно просто создано для того чтобы кончать с собой вот так вот игра в принципе запоминает статус что как было в начале уровня попробуем все таки подлечиться за счет противника но противник подлечился за наш счет это потому что я не умею играть в свою же собственную игру я думаю что люди с более приличной реакцией имели бы на самом деле гораздо меньше со всем этим проблем чем я вкачаем вот так вот опять и второй сразу ему пистолетиком посадим и попробуем снова здесь не сдохнуть я ненавижу на самом деле здесь конечно надо что-то делать с точностью прыжков потому что потому что прыжки ведут себя немного а блин что я делаю офигенски просто офигенски спасет ли меня платформа спасет платформа спаси меня как то так второй где то здесь же должен быть а нет он вроде чуть чуть раньше а я не умею играть в свою же игру я собой очень горжусь по этому поводу ладно попробуем пойти на прорыв тут конечно все еще ну жутко несбалансировано пистолет и вот 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 давайте зачем мне мать на самом деле я не уверен у меня его не в жизни нет ни тем более в этой игре так ну серьезно мне кажется понимаю что здесь нужно сделать что-то типа ходьбы все вкидываем в endurance короче говоря хитпоинтов и регенерации этих самых хитпоинтов много не бывает а иди нафиг плохой человек редиска инерция слишком высокая и труба слишком пока ты конечно надо фиксить ну как говорится для того и тестируем чтобы определить основные изъяны и понять каким образом адаптировать имеющиеся механики и level design друг относительно друга ладно попробуем использовать почти попробуем идти от противного еще не взял эту фигню возьмем больше скорости так так а он застрял на пункте гениально на самом деле что я хочу сделать это убрать влияние скорости на параметры прыжка потому что это явно одна из главных возникающих проблем потому как прыжки становятся менее предсказуемыми плюс инерция добавляет непредсказуемости всему происходящему грубо говоря скорость должна влиять не на скорость можно и даже надо переименовать к пункту ловкость может быть она должна снижать урон альтернативно выносливости что-то в таком духе конкретно платформинг в этом платформинге тупо не работает грубо говоря но серьезно что ли так ладно пойдем по пути дамаг дилера простим себе вы нас противников серьезно что ли давайте-ка мы проверим работу системы сохранений потому что это то что я на самом деле реально и хотел проверить ну-ка параметры 2 2 1 2 да вроде бы все правильно предполагается что сейвы будут в начале каждого уровня и любой уровень необходимо проходить так сказать по хардкору без чекпоинтов сами уровни будут относительно короткими но тематически сгруппированными то есть грубо говоря например вот этот блок фабрика да он будет состоять там из четырех пяти относительно коротких уровней ау на вот такое я все таки надеюсь добраться до босса опять-таки по задумке босс должен быть не в конце каждого уровня конце групп уровней ну за вычетом 1 1 как бы такой ввод на ввод на ознакомительный вот я наконец-то разработал стратегию теперь главное не подохнуть на пушки здесь по-моему тоже будут пушечки да а не нету ну и собственно вря камера босса на котором я и буду закругляться он пока что в еще ранней фазе чем предыдущий но все равно достаточно так мы сейчас чуть-чуть снизим громкость и повысим силу чтобы наносить ему чуть-чуть больше урона ракеты всегда наводится на персонажа с небольшой погрешностью ау так откуда у меня еще одно очков ладно а зараза что такая ну на этом я думаю мы и закончим в принципе те системы которые должны работать работают но по левел дизайну уйма вопросов по дизайну в целом тем более спасибо тем кто это посмотрел и пока что все не то чтобы плохо но для раннего прототипа я думаю уже есть какой-то задел спасибо 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 Продолжение следует...